Ребята из Вапореза наконец-то порадовали нас новеньким девайсом, который является прямым продолжением легендарного Ренова Зеро Меш. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, Сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про положительные и отрицательные стороны Зеро 2. Если что, пользуюсь я им уже в районе трех недель. Первый и, как по мне, самый главный плюс это его вкуса и никотинопередача. Когда я первый раз заправил сюда свое любимое манго, я, мягко говоря, был в шоке. Чувствовалась каждая нотка жидкости. Про никотин я вообще молчу. Сделав всего 4-5 затяжек, я действительно напарился. Если все обобщить, то мне довольно сложно было возвращаться на мою сирену, так как она действительно проигрывает по вкусу. Вторым плюсом являются картриджи Зеро 2. По сравнению с прошлой моделью, их объем увеличился аж на 50% и составляет 3 мл. Заправка невероятно удобная и выполнена она в виде клапана. Но, скажу честно, после каждой заправки лучше всего протереть клапан. В плане парения картриджу тоже никаких вопросов нет. Так называемый загубник очень удобен в использовании. Как я говорил в обзоре, картриджи работают на несменных испарителях на сетке и спирали. Тот, что на спирали, рассчитан на более тугую сигаретную затяжку. А вот сетка даст вам больше вкуса и больше пара. Крепится картридж к корпусу мода при помощи четырех очень мощных магнитов. Так что даже со временем у вас не будет ничего люфтить и шататься. Кстати, к Зеро 2 подходят картриджи от прошлой версии. Теперь же пришло время поговорить о минусах. В Реново Зеро была маленькая кнопочка, которая позволяла нам включать и выключать устройство. А также благодаря ней можно было менять режимы парения. В новинке производитель почему-то отказался от этой идеи. Так что ее нельзя выключить и изменить мощность. Третьим плюсом, естественно, стоит отметить его аккумулятор. Ведь он значительно вырос по сравнению с его старшим братом. И его объем составил 800 мАч. Если что, одного полного заряда смело хватит на день парения. Если, конечно, не тягать как паровоз. Но если все-таки вдруг он у вас разрядился, то от нуля до 100% он заряжается примерно за один час. В конце я хочу рассказать про внешний вид и эргономику девайса. Прошлая версия славилась своим форм-фактором в виде небольшого металлического обмылка, который был невероятно удобен в использовании. Здесь нас также встречает тот самый металлический обмылок, правда, с небольшим горбиком. Как будто бы в прошлой версии вздулся аккумулятор. Но я могу сказать вам точно, он очень приятно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта при использовании. Если вы ищете себе компактный девайс с отличной как вкуса, так и никотинопередачей, то обязательно присмотритесь к Vaporesa Zero 2. А с вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.